Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Коваль Смотри, 18 секунд прошло Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать Все, закончилось за 30 секунд Ну, в итоге этот микрофон вызвать тех, кто умеет максимально быстро ставить плюс То есть это будут не лучшие комики, не случайные комики, а самые быстрые комики Запада Не то, что когда ты приходишь, о, начало алиби Когда ты за час приходишь, и для меня никогда казалось дико с ним Час своей жизни, я просто прорезу в этом месте И что там делать этот час, я буду выходить курить Пару раз Все Просто сидишь в стуле там неудобное, заказывают Там же все говно, по-моему, было Там еда была говно Там все плохо Алкоголь был говно Недорого, но говно Час Ты просто, ты последний выпуск не посмотрел с Чеботковым? Я там как раз рассказывал, что сейчас пятничный, чтобы записаться Там же живая запись Люди в час дня приходят, чтобы в шесть выступить Это как бы личная очередь получается Они могут прийти в час Подожди, они приходят в час и что происходит? Там лежит листик и свою фамилию ты сам вписываешь туда вживую И вот первые так же, сколько там, 12 или 13 человек, кто успели записаться Но потом можно получать суети, в какую-нибудь другую очередь Да, там есть стезян в плане, иногда кто-то кого-то записывает Но сейчас там типа приходят комики и такие Так, кто записались? Все здесь? Типа никого здесь нет, что-то такое То есть там тоже прям рубка идет Такая самодисциплина прикольная Этим отличается, наверное, от школьников Потому что у комиков есть реальное собственное желание Их не заставили это делать, а они сами хотят Но прикол в том, что первыми приходит как раз группа школьников Они, я не знаю, с урока выходят или что Они в 12 часов уже там Группа школьников, господи Реально, сколько десант, десант, десант целый В школе десант И если бы такая фигня была, когда я начинал, я бы, ну, не начал Мне было легко это бросить Тут типа две проблемы в том, что кто-то жалуется, что они вот так приходят И занимают, например, тот же пятничный арбатский майк Но с другой стороны Начинающему комику сложно попасть на какой-либо другой хороший майк Например, поморовские все майки Образ, дорогая Китай, дорогая Павелецкая Туда не может записаться новый комик Просто потому что там половина микрофонов закрытые Половина полузакрытые Ну, то есть они туда не могут попасть У них остается Стор и Арбат Вот они их штурмуют Я был на микрофоне Ну, как раз после которого такая пропасть Из самоанализа того, к чему это все Где я выступил ужасно До этого шутки работали На такой дружеской публике Я пришел И это был микрофон, где Куда пришли наваливые ТНТшники Тогда еще, типа, только начинающие, запускающие проекты Маня, Майк даже был И там, блядь, Ахмедова, Комиссаренко, Комаров Ваня Кесель Храни его, Господи Не знаю, где он сейчас Но, прям Сейчас ведь такого, наверное, уже Сейчас все сильно разделено, да? Нишу То есть есть закрытые мероприятия Поморы и так далее Есть вот этот Первичный бульон Это Наташенька просто на своих техничках Блядь, не знаю, к чему я это начал говорить А, ну да Потому что потом вот эта пропасть В которой ты существуешь С тем, что плохо выступил Но это меня тогда привело, на самом деле К хорошему результату Какой-то парочке шуток Которых я в 14-м году отжигал Это все, что я буду говорить Это будет датирован Пятилетия Потому что все Я, ну, я по Майкам давно очень не ходил Очень давно Много лет И Да и из дома редко выхожу И так вышло Что-то мне надо было В дорогая я перезвоню Просто Я там неделю не выходил из дома Дальше магазина Но все лето было нормально Последнее Потом в сентябре Я помню Прям вот началось Что сложно записаться на микрофоны И я спрашиваю остальных комиков Я говорю Что это за всплеск И мне говорят Ну вот сейчас в сентябре будет кастинг Кастинг на Камеди Баттл Видимо поэтому все активировались Сейчас он пройдет И все утихнет В итоге проходит кастинг Комиков также остается Их еще больше становится А мне кажется еще сильно влияет то, что Подкасты Вот это все Передачи Клуб начал чаще видосы выпускать Все смотрят, видят И чаще стали говорить о том, что легко попасть И люди видят, что вот можно же попробовать И все больше и более Вот где-то с сентября По моим наблюдениям Вот продолжается вот эта вот Мясорубка на микрофонах Ну в плане, что сложно записаться Я думаю, что сейчас руководит Допустим комиком вообще без опыта Который хочет попробовать себя в стендапе На продолжительной основе Я что-то думал о том Что я могу вообще сказать Ну здесь Только я говорю исторические древние фанели О том, что когда я начинал Комиков было ну вот реально 20-10 Это было ТНТшник Который где-то там в своих заведениях Мне Слава Комиссаренко рассказывал Что у них вот были Что они долго просто ебались ничем А потом Клуб Честверхилл Который там же на Арбате Начал ставить их по вечерам За безумные деньги 4 тысячи рублей за За билет просто? За гостевого гонорара Ну то есть ты выставил 4 тысячи рублей И тогда он уже комиссаренко был Ну уже кем-то И казалось странным Потому что для него такая малость Была крутой Но условно вот было 10 тех комиков 10 я не знаю Светлов, Кукса, Квашонкин, Малой Марат Те, кого я видел И все, кто были тогда И все, кто продолжили Все где-то Ну они У них есть свой успех Они зарабатывают хоть какие-то деньги Они имеют хоть малейшее Кукса в микрофоне Нет, в рубрике Он основной состав молодых Да Вот Квашонкин Пора разбираться Все это фигня Ну короче Тогда Можно было просто Заниматься стендапом И не бросать это И прошли годы И все нормально Сейчас интересно Сработает ли даже схема Что если ты занимаешься Пройдут годы И все с тобой будет хорошо Будет ли достаточно Рабочих мест В качестве стендап-комик Потому что понятно Можно устроиться Не знаю Куда-то Тексты переписывать Меню писать Для Ифо-кафе И прочей фигней заниматься Если повезет Связанной с кино Или с сериалами Если не повезет Связанной с чем Блядь угодно Так чтобы были деньги Я точно знаю Что опыт приходит с годами И знание того Что смешно Не смешно Ты смотришь Шутки Усваиваются Сотни шуток Тысячи шуток И это Находится В твоем материале И ты больше не будешь Выходить и говоришь Что вагина моей девушки Такая странная Надеюсь Сэмит спорта Ловит А? А ловит? Ну не меня У его девушки Очень странная Вагина Серьезно А недавний твой Визит на открытый микрофон Это исключение Или ты решил Чуть активизироваться Я решил Чуть активизироваться Потому что Я вспомнил Что я любил Стандарт Пока не засел В этом Постоянном повторении Одних и тех же 12 минут Которые мне тоже Безусловно нравились И смех мне нравился Но как-то это Ну короче Это не как комик Я просто говорящая голова Была самостоятельная Я же не импровизирую Ничего такого Наверное Не умею Или умею Но боюсь Тут подумал Что надо Надо Но это будет Я вот вышел И понял Что это будет Долгая дорога Очень долгая дорога Потому что Я не смог Не придумать Ничего Кроме Как-то Третьего материала Про что-то Связанное С членами Я хотел Про другое Я хотел Про Не знаю Про Человеческую душу Но получились Только члены Я плохо ориентируюсь В местах С микрофонами Про дорогую Я уже знаю А на Атапу Образ Был там Хороший микрофон Много зрителей Хорошо реагируют Вот это кстати Изменилось Что зрители Хорошо реагируют Я знаю Про это уже говорили Но Это правда чудесно Что приходят люди Настроенные на стендап И это кажется Немного подозрительным Потому что Ну насколько Можно любить стендап Потому что Ты ходишь на open mic Ну насколько тебе Это должно нравиться Я выходил туда Только зная Что много драк происходит Что я могу увидеть Часть какого-то действия Да на самом деле Я бы сейчас Я бы сейчас Только об этом Наверное подумал Я в неделю хожу Ну минимум раз 10 На микрофоны 10-15 И при этом Я прям выбираю То есть я не хожу На микрофоны Где зрители плохо Реагируют Ну не потому что Я типа В себе сомневаюсь И решу Что я на таких тоже был Но есть Ну вы знаете Есть такие залы Где как бы ты не выступал Им в целом Насрать на стендап Они пиво пришли попить И ты их не отрывешь От бутылки пива А тут Реально ты ходишь По несколько раз в день И везде люди сидят И прям слушают И ведущие приноровились Правильно Заряжать Зрителя Что вы сюда пришли слушать Прикольная штука была Я не помню Я по-моему не говорил Это вам Я ходил Стендап Стармозкл На съемке Какого-то фильма Про стендап И там были все ТНТшные комики И Дус Мухаммедов сидел И он рассказал Прикольную штуку Он там залом общался Вот вы говорит Не замечаете Что у нас здесь В сторе Специально маленькие столы Маленькие стулья Чтобы вы понимали Что вы сюда не жрать пришли А стендап смотреть На входе вас охрана Зашугивает Что вы видите себя тихо Мы вас отсюда выведем Если будете шуметь И в итоге получается так Что зритель приходит В сторе садится И прям ждет Типа давайте Что у вас там Расскажите мне А есть заведение Кстати в клубе По-моему тоже Одно из таких заведений Когда приходит чувак И вот так вот В кресле разваливается Берет кальян И вот в таком положении Сложно быть таким Типа Что ты мне расскажешь В таком положении Типа ну давай Что тебе нам расскажешь Ну цена билета Я понимаю Что все это по-разному Но в клубе Ты идешь Комики Ты просто знаешь Что это стендап То есть Это ведь не конкретное Именно которое ты идешь Если ты в первом ряду Ты плачешь скорее всего Большие достаточно Деньги за билет Ну и все Что тебя Не знающего человека Подводит к началу шоу Все говорит тебе о том Что ты можешь чувствовать С себя больше Хозяином положения Поэтому иногда Немного странно выглядит Если ведущий резкий Который как и драк Уже начали говорить Что что-то Типа Да вы здесь никто Ну я не могу повторить За и драка Но он ловко И достаточно мило Умеет опускать людей Иногда Иногда совсем неловко В клубе Какие бы ни были Плохие выступления В конце Биг стендапа Всегда все Рады Всегда все Смеются Всегда все Хлопают Это может зависеть От расстановки комиков От того что мы Постепенно двигаемся Харлайдно Но в основном От того что ты просто Меняешь свою позицию От вот этой До Вот такой Более Внимающей Некоторые не меняют Там Некоторых выводит Вообще Такое Нормально Но Сейчас я что-то Заходил в клуб Просто на секунду И все что я слышал Было какое-то мероприятие Где Сергей хуй сосил Залит Просто Ты хуй Ты блять Ты хуйня собачья Ты ничего Я просто вот зашел И услышал Это и вышел Я начал думать А не сильно ли много Это для стендапа То есть Это ж ебать Как уже Становится Возокомерно Что Отключите внутреннего критика То есть По сути Стендап комедия Указывает Что делать Как ее воспринимать Сессионный фортепианист Который в комнате-кафе Играет по пятницам Он же просто Блять играет А стендап комедия Такой Ну Наша По крайней мере Как она есть На данный момент Это что Сидите тихо Это не делайте Слушайте внимательно Если что Хлопайте Это даже не для съемки Это просто для мероприятия С одной стороны Окей Зрители это стадо Их нужно направлять Но с другой стороны Нифига себе Как вы это делаете Агрессивно Ну все-таки Фортепиано Может на фоне звучать А если стендап звучит на фоне То это уже не стендап Ты сразу отвлекаешься И стендап Это же вот эта штука Что ты готовишь Взритель греется Греется Одна твоя плохая шутка Может его просадить И тебе опять Его надо вытаскивать А если он будет Отвлекаться Вот эти все моменты Ведущие Я к чему говорил Ведущие сейчас прикольно Тоже заряжают Вроде и позитивно Они все приблизительно Одними и теми же формулировками Горят Но в целом Зачем сильно Ну зачем сильно менять Если что-то работает Просто предупреждают Что поставьте телефон На беззвучный режим Когда комик выступает Не надо пиздеть Вот когда выхожу Я можете делать все что угодно И ну в большинстве Заведений Зритель сидит Внимательно слушает И реагирует хорошо Слушай А к вопросу То что я тебя спросил Про твое недавнее выступление А ты сейчас планируешь Ты планируешь Как-то с какой-то Периодичностью выступать Да Я бы этого очень хотел Да Я просто К чему спрашиваю Я последний раз Вот я тебя сейчас Во вторник увидел На прошлой неделе ты выступал До этого Последний раз Я тебя видел Когда как раз Начинал только В мае прошлого года Заниматься То ли это Съемка чего-то была Была съемка Да Я просто на что Обратил внимание Мне материал Мне материал очень понравился Но при этом Я смотрю И у меня ассоциируется Ну это Коля Андреев Про которого я видел Которого я смотрю В ютюбе Но при этом Волнение Прямо было заметно И я к тому что Ну Вот эта же Постоянность выступления Она же как раз Это волнение убивает Я просто представил Если этот же материал Который и без того Мне зашел Если бы там еще и волнения Не было Наверное еще раза В два бы лучше зашло Я где-то Я волновался Я всегда волнуюсь Я из-за всего Переживаю очень Я просто очень страшен Все Не знаю Явная система истощена Или просто Я ссыкуха Одно из этого То есть у тебя было Что ты Продолжительный период времени Постоянно прям выступал И все равно Не пропал волнение? Да Оно его стало чуть поменьше Вот в паре раз Ну знаешь Когда я был Грубо говоря Уверен Что все будет хорошо Там я Ах типа Ха 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 Ну Так Ощущение свободы И вроде как Это и правда хорошо То есть Этого нет минусов Уверенность в себе На сцене Это плюс-плюс Это Этого нет никаких минусов Даже если с хуевыми шутками Самыми Которые прям Еще хуевее того Что ты уверен в себе Есть такие Все равно Это положительно И Где-то после 15-го года Я все никак Не могу увернуть Состояние Где я хоть где-то Я уверен в себе Но на бигстендапах В клубе Это немного тяжело Потому что Опять же Это такой Не знаю Требовательный Может быть наглый зритель И у меня никогда Не хватало яиц Чтобы пересилить Этого зрителя И сказать Так Вы все заткнулись Ну образом показать Как-то Своими этими Лучами Ауры Ну вот и все И когда Конечно нет практики Несмотря на то Что публика Когда выступал Этот раз Она была прекрасна Она посмеялась Там где Не должна была Я знал Я знал Что у меня Слабый сет Но реакция У него была Лучше Чем я ожидал И даже на эту Хорошую публику Вот эту нынешнюю Которая сейчас Сформировалась Все равно Как-то Что А что если С этим сейчас Связаны проблемы Что я не хочу Не набить себе цену Никак Но есть такое Вот маленькое Что у меня Есть ощущение Которое Идрак говорит Мне надо перебарывать Он мой личный Психотерапевт Конститутор Вообще Путь в жизни Что Типа Коля Андреев Значит Что-то Должно от него быть Что Не могу Просто Совсем Хуево выступить Или как-то Сильно дариться В экспериментаторство Поэтому я хочу Чтобы Вот на открытом микрофоне Была афиша комиков И там было мое имя Я не хочу Чтобы оно было Чтобы кто-то Мог подумать О Коля Андреев Пойду посмотрю Потому что Это тоже Оказывает давление Я знаю Что это плохо И мне нужно Поработать Своей головой В первую очередь Но я надеюсь Что это просто Предстоит этому быть Мне помогло В плане У меня Прям до трясучки Тоже доходило В начале Волнение Я помню Пострел какую-то Интервьюшку Кирилла Сергея Какую-то давнишнюю И он как раз Рассказывал о том Что забейте На то Что там Вы постоянно Одно и то же Рассказываете Что там Комики вас может Подкалывают По этому поводу Типа Чтобы избавиться От волнения Я как раз По этому пути Пошел Я сбил Там 4-5 минут Которые Более-менее Хорошо работали Я понимал Что шутки Работают Чтобы они Заходили Еще лучше Мне просто Нужно Более уверенно Выступать И я вот Прям Так Старался Максимально Так много Выступать Что для меня Это аж В рутину Превратилось Чтобы я Уже Не думал Что сейчас У меня Выступление И как раз Это мне помогло Я так много Выступал Что я Сейчас я опять Буду выходить И это рассказывать В принципе Я понимаю Что где работает И когда Где-то через Наверное Три недели Ежедневных Выступлений По несколько раз С одним И тем же Материалом Ну я еще Больше выступал Но через какое-то Время Прям вообще Прошел Прям совсем Пропал Это волновение Это я больше Наверное Советую Это множество Это Имеет реакцию Какую-то Зрителя Да То есть Нельзя же выступать Пустотой Ну С никакой реакцией Три недели В итоге Ты уверенно Выступаешь С незаходящими Шутками Кто ты за человек Не Ну да С незаходящими Да Я просто На каком-то Ну все-таки Реакция же Все равно Вина Даже если Нервно Расскажешь Но хорошую Шутку На нее Какая-то Реакция Будет И у меня Не знаю Может Может Мне повезло Что у меня Собрались Довольно Быстро Эти Четыре Более-менее Работающих Минуты И я уже Прямо Четко Себе У меня Была Вговоренность Что материал Смешной Просто Ты не Облажайся И нормально Его Расскажешь Получается Такой этап Что ты Формируешь Материал Ты работаешь Как бы Над материалом А после Этого Выступая С ним Ты работаешь Над собой Да После чего Ты снова Работаешь Над материалом Идем После чего Снова Работаешь Женский взгляд Это чья идея Это что Оно тебе Как появилось А это Я не в курсе Я знаю Только что Снимали Пора Разбираться А потом Оказалось Что они еще С девчонками Я думал Это шутка Что женский взгляд Не то что Женщина Не может быть Правда Это шутка Но я пару раз Я слышал Что будет женская Когда увидят Первый выпуск Вышли эфир Мы были Вообще Не в курсе Но там Сидели девушки Что-то шутили Это было С очень резким Монтажом И так Ясно Кому-то он заходил Кстати Кому-то Ну До сих пор Пишут Что вернет Девчонок Так вот Это точно Не моя идея Я никак к этому Я единственное Что Когда тогда Была смена Чуваков Я предложил Можно я один раз Посижу Женцем взгляде Один раз И все И вот С тех пор Остался Ну типа Я потом не думал Что я буду Сидели Потом Ну Возвращайся Еще раз Потом еще раз С девушками Тяжело Часто Ну с ними Не о чем говорить Они же тупые Пиздец Ебаете Пезы Только так На самом деле Что еще надо Да и то Не каждый Таракнешь Каждый Второй То пиздование То не знаю Тупорылая Какая-то Хуйня Собачья Неизвестно Откуда Приехала Коза Коза Ебучая Сиськами Светить Ну нахуй А теперь Отвечаю На вопрос Ну Реально С девушками Немного тяжело Потому что Их достаточно мало В клубном пространстве А хочется Ну не хочется Лучше Своими болтать Чем с кем-то То есть Были предложения Приглашают Девушек Да Но они Были Скажем Сильно Другие Когда Выбиралась Траектория Либо это Просто болтание С разными людьми Либо это Все-таки Такая Внутриклубовская Я не знаю Что это Полуподкаст Наверное Сейчас Ну Это не то Чтобы смешно Это не то Чтобы информативно Это просто Такое На заднем фоне Если кому-то Заходить Наверное Чтобы Просто слышать Как люди говорят Я думаю Это Больше Не один Это похоже Сейчас на подкаст Ну По сути Одно Есть Но Когда мы Садимся Мы Меня Упрекают Начальство В том Что я Ничего Не готов Для заранее Какие-то Темы Но Я пару раз Пытался Готовить Это Всегда Выглядит Слегка Да А теперь Что ты Думаешь По этому Поводу И Начальный Импульс Это вопрос Быстро Гаснет После Ответа На него Никто Обычно Не ввязывается В Обсуждение Подробное Поэтому Разговор Обычно Идет На какие-то Темы На которые Каждому Есть Что Сказануть И Поэтому Очень Много Было Очень Много Было Вот этих Выпусков Где Все Скатывается В Пошлятину Просто Пошлятину Очень Легкое На Пошлые Темы Так как О них Не принято Говорить Это Сразу Мое И Потому Что Каждая Там Легче Сделать Шутку Или Какое-нибудь Шокирующее Предложение Это Просто Было Легко Но Потом Появился Твой Любимый Орлов Начал Затирать Про Своих Жену И Дочку И Все Это Кстати Прикольно Получился У него Такой Уин Стрик Был Да То есть Женскую Затири Он понравился Ребятам Потому Что Уступления Такие Ебать Орлов Пиздат И Там Прям У него Был Минус Напротив Него Который Поменялся На Плюс Благодаря Ряду Его Появлений Он С тех Пор Сознал Сназвестит Кстати В тем Того Что Важна Регулярность У него Реально В Какой-то Корот Промежуток Времени Такая история Мне очень нравится Про Сбитую Собаку Она Прям Просто С места В карьер Это Внезапно Он Просто Что-то Говорит Но Эта История В отличие От Просто История Где Есть Шуточки У него Есть Еще И Сбитая Собака И Это С одной Сорной Отпугивает Но Мне кажется Этим История Хороша Что Она Балансирует На Том Что Можно Уже Испытывать Негативные Эмоции К Рассказывающему Я Когда Я Вживую Слушал Я Очень Смеялся По Поводу Частоты Выступлений И Ну Мне Хотелось Быть Послушать Момент Когда Ты Пропадаешь Из Пространства Именно Там Где Происходит Тусовка Там Где Происходит Мероприятие И Когда Ты Теряешься То Насколько Важно Важно Постоянство Нахождение Держать Руку На пульсе Того Чем Ты Занимаешься Я Иногда Захожу Смотреть Мне Нравится Думать Что Я Прихожу Воровать Какие-то Шутки Но Я В итоге Ничего Не Ворую Иногда Мне Кажется Это Хорошая Шутка Иногда Кажется О Эта Шутка Могла Быть У меня Если Я Придумал Раньше Ну Знаешь Что Это Одобрение Других Выступающих И Смотрю Просто На Разговариваю С Ребятами Я В целом Иногда Присутствую Единственное Что Я Не Делаю Я Не Выступаю И Тут Не То Что Я Взяла Паузу Чтобы Выйти С Таким Материалом Потому Что Я Вышел Со Слабым Сетом То Что Я Придумал За Полтора Дня До Эта Надо Бы Это Рассказать Нет Я Никогда Не Думал Надо Это Не Выступать Куда Легче Чем Выступать Но Так Если Продолжать Находиться Более Менее Более Менее Хотя Более В тусовке Даже Менее Если Более Если Смотреть Не знаю Подкасты Какие-то Шоу Просто То Чем Занимаются Люди Тогда Я Думаю Можно За Несколько Выступлений Хотя Привести Себя В чувство Того Что Актуально Сейчас Не То Что Смешное В каждом Сезоне Разное Ну Как-то Нюанс Скажем так Усвоить Нюанс И иметь Ввиду Когда Ты Выступаешь В этом Плане Я Никакого Неуважения Но Я Не думаю Что Репрезентативно Смотреть Синап На ТНТ Потому Что Он Более Менее Всегда Один Он Красивый Представительный Забавный Для Забавный Для Зрития Это Смешной Но Он Более Менее Классический Конвей Это Одно И то Ж Это Открытый Микрофон Это Время Пофриковать Типа Монхоева Но В конце Концов Это Выбирается И Конечный Продукт Должен Достаточно Традиционный Именно Поэтому Никто Никто Не выигрывал Камеди Баттл Кто Пришел С яркостью И Никто Открытый Микрофон Камеди Баттл Всегда Будет Выигрывать Преимущественные Европеоидные Мужчины С Сдержанным Материалом Никого Дикого Не было Победителя Да Победителя Что там Шамутило Сейчас выиграл Шамутило До этого Винокура Это все Европеоидные Мужчины С Держанным Татьяна Новикова Елена Новикова А у нее И Елена Новикова А у нее Был хороший Семьмел До того Что она Достаточно Великовозрастная Женщина В центре Уже Такая Позиция Не знаю Сколько Я не буду Говорить Но больше Сорока Программа И она Прекрасна Для своего Возраста А мы вчера С комиками Ехали С Манимайкой И обсуждали Как раз Что для комика Наиболее Наверное Выгодно Мы просто Вчера Обсуждали Именно с точки Зрения Выгодный Путь В плане Обретения Какой-то Аудитории Так чтобы Ты смог Потом Поехать В какой-нибудь Среднероссийский Город И собрать Человек Семьдесят В Баре И рассматривали Четыре варианта Открытый микрофон На ТНТ Рубрика Основной Стендап На ТНТ Гадюки И комики Стендап Клуб номер один Как тебе кажется Что из этого Более предпочтительный Вариант И почему Ну Гадюки Вот снова Тяжело Говорить Потому что Они еще не вышли Хотя они Возможно Интересные Я правда Плохо с ними Знакомый Может быть Правда У них есть Какая-то Такая Нехитрожобость А как же слово Правильно Хулиганист В которой Просто интересно Чего Который Хочется Попробовать Может быть Не большей Индивидиальности Я точно Не пошел бы В открытый Микрофон Если Есть Те Четыре Пути Если Есть Только Будет Открытый Микрофон Ну Если Есть Прям Варианты Займись Если Передом Открыты Это Насколько У меня Должен Хороший Материал Редко Должен Быть Ценным Но Я не Пошел Элементы Я не Любил Соревноваться Никогда Соревнования В юморе Но Понятно Что Кто-то Более Смешной Чем Кто-то Другой Но Вообще Все Это Телевизион Набор Команды Блин Жюри Недовольно И После Рекламы Выгонят Может Кого-то И Этим Кто-то Может Не Персонаж По ту Сторону Экрана А Ты Зритель А Ты Сам Ну Че Это Это Как-то Я говорю В открытый микрофон Можно было бы Идти Можно Мне кажется Идти Если Ты Уверен В себе И не Боишься Потерять Лицо Как Тимур Джан Кёзов Потому Что Он пошел Открытый микрофон Он был Пиздат Он пошел В этот микрофон Встал Пиздача Свои Какие-то Темы у него А плюс Он двигался Как Ты К себе Относишься Если Ты Слетевший В четвертьфинале Комик То Это Просто Запись На твоей Маленькой Афише Где-то Один из комиков Что Участник Открытый На микрофон На ТНТ Но Ты же Не победитель Ты же Не финалист Ты просто Чувак Который Слетел То есть Ты проиграл Уже Один раз Ну Или просто Не выиграл Но Это Короче Ну А рубрика Она При том При всем Положительном Что мне есть Она Не особенно Много Чего Дает Комики Наверное Я бы Выбрал комиков Просто Потому что Я по контракту Обязан Так говорить Плюс Плюс А интернет Аудитория Кажется Мне по крайней мере Боря для аудитории С лицом У интернета Аудитории Примее контакты Теоретически Если ты На этой платформе Если ты на ютубе Выступаешь Комик Ты там Уже на ютубе Плюс Где-то В контакте В инстаграме Можешь Афишу Об этом Дать Особенно На приближающем Концерте Кто-то Может Выказать Интерес И так далее Тебя там Поддержат Комики В цифровом В том же самом Мире А рубрика Это просто Телевизионное Выступление Где-то Есть Над тобой Смеются Но тебя Могут Не запомнить И это Больше Телек Который Дальше От Своей Аудитории Реально У нас Ну не у нас А у Интернет Канала У них Там Тысячи Людей Тысячи Измеряется А у телека Это Цифры Процентов За которыми Непонятно Что им Только По телевизору Ты можешь Посмотреть А пока Они занимаются Другими делами И никто Не пойдет На живой концерт Таким образом Делая это В интернете Ты ближе К людям И легче Не то что Собрать Семьдесят Человек Но понять Можешь ли ты Собрать Ну кстати В комиках Мне кажется Еще плюс Что ты Какой-никакой Но фидбэк Можешь увидеть Хотя бы В виде Лайков Дизлайков И комментов То есть Если ты Прямо Хорошо Бабахнул То там Все напишут Крут Ну не все Но многие Напишут Это круто Ты увидишь Много лайков А в теле Как будто бы Вот оно ушло И наверное Хорошо Раз оно уже В телевизоре Не ну есть же Понятно что На рутубе Непонятно ничего Но есть Вот с огромным Количеством подписчиков Вконтакте Групп Я не знаю Есть ли на фейсбуке Вот и там Тоже есть Какие-то странные отзывы Но отзывы Там все равно Если ты из молодого Состава Тебя скорее всего Хуесосит Потому что Ты не Ты не Ванечка Абрамов Ты не Нурлан Которых любят Но сейчас Не знаю Видели вы или нет ТНТ Какие-то Они там Дали маркетологу Его зарплату Среднюю Или кому-то СММщику И СММщик Начал Прям работать Он так Эй Еще один батл Новичков Против стареньких Давайте по шутке Выложим Пишите в комментариях Кто круче Это болезненно Это Прям Ну это Искусственное Пришивание Этих К тем Которые сработают Я почти уверен И со временем У людей нормально Они будут меньше Фокусироваться На тем Что Вот Старички И молодых Примут В общем Из этих четырех Тебе ближе всего Комики смотрятся В плане Перспективы Конечно Резюмирует Ну потому что В комиках Наверное То есть Если ты пиздат И в комиках Ты можешь постоянно Хотя нет Наверное Где угодно Если ты пиздат Ты можешь постоянно Ну да Если ты пиздат То Ну хотя Многие комики Опять же Смотрят Вот мне элементарно Я недавно Сходил на техничку ТНТшну И потом Просто собирал Фидбэк От людей Кто там уже был И ну Основной посыл Такой что Это конечно Прикольно Но тебе например С одним твоим Монологом Могут полгода Мозги ебать И в итоге Еще неизвестно Что по итогу Этого полугода У тебя Сможешь ты Сдать этот Монолог Или не сможешь Порог вхождения В те же комики Все таки Пониже А это не означает Что качеством Хуже Но при этом Как будто бы В комики Попасть легче Плюс Вот например В последних комиках Часто про него Вспоминаю Мне очень понравился Монолог Артема Андреева Но при этом Он у него Прям весь Про порнуху Про дрочку Ну естественно Интернет А не телевизор Телевизор Это не возьмет И причем Это смешно Не потому Что это дрочка А потому Что там шутки Смешные Про дрочку Ну и там Орловская Собода Два котра Один Разъебай Вторая хуета Тоже Это смешно Как иное Нежели мат Благодаря тому Что там есть мат Это как металл Искать У тебя просто Не знаю Кусок металла Внутри Ты пройти не можешь Но сам Ты как человек Идешь А не как это Кусок металла Я видел Как тоже Чуваки из телека Выходят Вживую И они говорят Принцип Все то же самое Но потому что Это у них проверенный Обказный материал Просто еще От души матеряться Налево И направо Но потому что Ну Съебись И когда Телевизионная аудитория Особенно Когда видят своего Ну любимчика Из телек Который еще говорит Блять Это разъет Интересно было Что когда Это было шоу В клубе И там Во время выступления Марата Ближе к концу У него Бывают Такие Где много Мата Вышла Кая-то женщина Я сидел Там В прихожей Вышла Кая-то женщина Начала Отчитывать За то Что Вот в этом Стендапе Очень много Мата В отличие От Стендапа Руслана Белого Из всех комиков Руслана Белого Который Никогда Не матерится То есть Вот эти вот Все вещи Которые мы Замечаем Которые вырезаются Звук Нет И короче Она дура Когда Зал Зал Хлопает Потому что Ему сказали Дура Ёбаная По телевизору Это как Дура Легкая пауза И зал Срывается Смехом На день рождения Меня Артур С дураком В Пушкин Повели И там Прям Такой кайф Я понимаю Что это Мы не полностью Серьезно кайфовали От того Что нам так Прислуживают А иронично Но тем не менее Это рождало Такие добрые мысли О том Какой же сервис Все таки Был во времена Крепостного права Или рабства Если что-то не нравится Ты Не то что в интернете Идешь Пишешь что-то И непонятно как Ты можешь отпиздить Человека Который тебе не угодил Плетьми Или палками У меня папа Ужался Однажды хуевую пиццу Привезли Очень хуевую Я Написал Отзыв И они не ответили Я в шоке Я им позвонил И они не ответили То есть Папа Джонс Меня как бы Трижды поимели А если Папа Джонс Были во времена Рабства То его Можно было Папу Можно было Привязать И палкой Дарить ворпятку Какие у тебя Творческие планы Ближайшие Ну Теперь осталось Спросить Есть они Или нет Потому что Вгруг нет И тогда Ужас Погруто Споносил Есть ли у тебя Планы Какие-нибудь Чего планируешь Спасибо Денис Юмор И только У немногих Получалось Рассмешить Меня Прямо Как Ребеночка Ну Таким Детским Прекрасным Смехом Поэтому Я хочу Просто Пописать Видимо Какой-то Начать С того Что может Быть Забавно Что Может Быть Интересно И Даже Если Это Будет Искусственно Искать Парадоксы Те Самые Которые Скрываются Юмора И Когда Найду Не знаю Три Штуки Найду Из них Один Который А мне Что-то Вот Это Цепляет В Сисечке Что-то Вот Такое Дает Электрический Импульс То есть Говоря Простым Словами Нет Я Пишу Эти Комментарии Но Мне Они Не Нравятся Потому Что Это Для Меня Я Все Это Проглатываю Это Все Как Какое-то Давление Потому Что Если Выступай Значит Выступай С чем-то Ну Явно Это Человек Который Пишет Не Думает Что Ну Выступай С Говном Просто Приходи В С Возвращайся А Выступи С Чем-то Интересным А До Интересного Надо Добраться У Мне Есть Эта Штука Что Я Выступление Заде Написал Роман Из-за Которой Например Гуран Демидов Почему-то Говорит О-о-о Коля Но Это Я же Ему Заде Написал Оно Где-то Было В голове Три Месяца Очень Долгое Время А Потом Просто Вроде Вышло До Этого Просто Не Рассказываю Проблема В том Что Мне Очень Нравится Рассказывать Одни и те же Вещи Несколько Раз Но Я Не Вывезу Никакой Человек Не Вывезет Иметь Даже Средне Смешное Выступление Но Каждый Раз Полностью Новое Как Бы Тебе Хотелось Видеть В Идеале Развитие Твоей Стендап Карьеры Чтобы У тебя Как Все Сложилось И Было Бы Идеально Для Тебя Охуительно Что Вот Мне Хотелось Чтобы Ну Кстати Разъебу Все В Жизнь Существующую Парадигму Сознания Людей Потом Пишу Это Выхожу И Я выступаю У меня Как бы Есть 70 Минут Я выступаю Всего 7 Так положено Там 10 Комиков Но все Комики Отказываются Говорят Нет Мы Хотим Слушать Нежели Проверять Своё Продолжай Пожалуйста А я Очень Ловко Ориентируюсь В материале Я прям Плаваю В нем Как бы Говорю Со зрителями Но зрители Не то Что отвечают Они Уже Заворожены Это Что-то Вроде Гипноз Основное На Ежесекундных Разъебах Вот После чего Я возвращаюсь В целом В припойненном Настроении Потому что Я только что Стал лучшим Комиком Мира И пишу Еще Один Такой же Таким Образум У меня Каждый День 70 Минут Идеального Материала Вот Я бы Хотел Чтобы Складывалась Моя Снаб Карьера Чтобы К концу Года У меня Было Сколько Если Условно 70 На 300 21 Тысяча 21 Тысяча Минут То есть Ну Достаточно Чтобы Уже Снаб Александр Поговорить Каждый Раз Мы его Называем Топ Комиков Или Просто Комики Которые Тебе Больше Всего По Душе Интервью В каждом Выпуске Вы Интересует Моим Личным Списком Комик У каждого Спрашено Гондриева Да И Это Последний Выпуск Кстати Когда Ты Расскажешь С Упаковочек Мы Не Закрываемся На Раху Так Какой Нужен Топ Комик Что Обычно Говорят Какие Неизвестные Комики А Телевизор Тебе Кто Больше Нравится Это Может Быть Вообще Не Топ Это Просто Могут Быть Комики Которые Тебе По Душе Кто Лука В прошлом Выпуске Назвал Артура Чапурианой И Все В этом же Выпуск И Все Остальные В этом же Выпуске Женя Чапуриан 11 Человек Назвал То Как Ты Пожелаешь Причем Не Делай Так Что На Первом Месте Просто Список Но Если Очень Хочешь Можешь По Местам Расставить Сколько Давления Я Можно Тогда Я Просто Скажу Ко Был На Неских Микрофонах Кто Меня Рассмешили Просто Назовут Ну То 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 Есть Я В этом Плане Сука Потому Что Мне Тяжело Рассмешить Как Я уже Говорил Что Я Скорее Хорошая Шутка И Что Какая Не Только Шутка Но И Образ Тела И Манера Человека Который Двигает Эту Шутку Как Локомотив Вот Тогда Можно Уже И Посмеяться Меня Рассмешили За Последние Вот Сколько Я ходил Артур Чапарян И Саша Малой Можно Сказать Что Это Мои Любимые Комики Любимые Мне не нравится Слово Любимые Но Они Меня Рассмешили Из Тех Кто Это Не Все Я Не Всех Видел Выступающих Живую Я Видел Ограниченное Количество Людей Среди Были Артур Чапарян И Саша Малой Которые Меня Рассмешили А Если Аванс С Бэкграундом Со всеми То Что Ты Вообще Всего Видел И С Прошлыми Выступлениями Ну То Ты Сейчас Назвал Тех Кого Последнее Время Видел И Тех Кому Далось Тебя Рассмешить У Меня К Руслану Белому Менялось Ношение Когда Я Увидел Году Двенадцатом Еще Просто Видюшки Я О Прикольный Потом Когда Начался Стендап Просто Как Телепередача Я Такой О Он Не Прикольный А Потом Когда Я Увидел Его И Вживую И То Что Он Вообще Делает На Сцене Я Такой О Он Прикольный Так Что Его Я Выступления Не Видел Недавнее Время Он Недесмешил Но Он Памятный Персонаж Вот В моей Главе Не Знаю Дракон Дракон Очень Мудрый Но Как Комик Переоцененный Это Для Драка Просто Так На самом Деле Я Его Люблю Но Как По Другому Ну С Нем Сложнее Как С Комиком В плане Он Рассказывает Обычно Мне Какие-то Вещи Я Потом Слышу Их В Следующий Раз Устал Ну Я Слышу Когда Он На Сцене Уже Во Второй Раз И Может Быть И Может Быть Они Насмешили Если Помышал Со Своей Персон И Разные Шарф На Сцене Но Обычно Я Заню И Заранее И Надеюсь Что Могу Ему В чем-то Помочь Если Это Какой-то Общий Разгон Я С Первых Дней Люблю Артура Как Комика Он Когда Появился Это Был Взрыв Не На Первое Выступление Он В Армянском Переул Выступал Это Просто Странно Руками Я Делаю Но Когда Я Увидел Он Очень Спокойный Интервертивный Замкнутый Манер С Паузами Он Как Хлыстом Разъебывался Первыми Шутками Это Были Первые Шутки Где Он Меньше Себя Выдавал Где Было Больше В Туалете Насрана И Кто-то Сидит Вот Эти Все Шутки Про Москву Шутки Про Как Избил Старушек Классический Чапарян Но Его Я Люблю С Первых Дней Комедии Если Кто-то Просто Рост И Развивался Как Тоже Саша Малый Который В Первые Разы Просто Въезжал Я Не Говорю Что Я Был Лучше Снисходительно На него Смотрел Но Он Сознательно Или Бессознательно Я Черт Знаю Это Себе Но Он Стал Куда Круче С Годами То Артур Хорошел Как То По-своему Как Коты Ну Они Вроде Меняются Но Они Всегда Пиздатые Вот Теперь Все Вот Здесь Останавливаем А Теперь Вот Здесь После Ты Говоришь Останавливаем Или Нет Это Можно Нет Давайте Подытожим Ну Типа Плот Все Накочились Чем Сильнее Наверное Все Таки Тот У Страш